Они вернулись. Набережно-Челнинский театр кукол вышел из самоизоляции прямиком в репетиционный процесс. Актеры встретились сегодня, спустя три месяца. Они вновь в режиме офлайн на родной сцене и тут же приступили к репетиции. Спектакль Федорина «Горе» – одна из постановок, которую во что бы то ни стало артисты планируют поставить в ближайшее время. Как проходит выход из самоизоляции для тех, кто обычно за кулисами и какие еще истории готовит кукольный дом, расскажем прямо сейчас. Декорации куклы и ширма на том же месте, что и три месяца назад. Тогда кукольники готовили большую премьеру – спектакль Федорина «Горе». Но коронавирус поменял планы. Реализовывать их им предстоит сейчас. Ведь никакой экран компьютера не заменит театральную сцену. Ты на сцене, зритель тебя видит, и ты все эмоции можешь передать ему вживую. Конечно же, ребенку не заменят никакие телевизоры, айпады, айфоны, как говорится. Живое общение со зрителем и с артистом. Все эмоции, все наши сопереживания. Когда ты работаешь дома, ты в основном один. И максимум, что ты можешь, это смотреть на себя в зеркало, как ты работаешь. А в театре есть режиссер, есть зрители, есть также худсовет, который помогает тебе, подсказывает, что у тебя не так. Однако сразу погрузиться в кукольный круговорот оказалось непросто. Актерам пришлось заново проводить читки, вспоминать и вновь знакомиться со своими ролями, чтобы все собрать в единую картину. Первый после карантина спектакль «Федорина «Горе» давно любимая детская история о нравственности и ответственности. Дата ее премьеры пока неизвестна, но у актеров есть желание быть готовыми показать ее юным челнинцам в любой момент. Мы очень надеемся, что этот спектакль именно для нашего самого маленького зрителя будет доступен на их языке категория 0+. И мы, конечно же, планируем не только здесь на стационаре показывать для детей и родителей, но и, конечно же, выезжать на выездных площадках. Девять постановок у нас запланировано. Попытаемся за эти полгода, вот эти девять постановок, пять из них по программе «Театр детям». Через неделю, на следующей неделе приезжает режиссер ставить спектакль «Два веселые гуси», это детские такие спектакли. Среди новых постановок спектакли по повести «Кроткое» Достоевского, заколдованный лес на русском и татарском языках и долгожданная военная премьера по обе стороны фронта. Однако, когда именно маленькие зрители смогут их увидеть, зависит от того, как скорый Роспотребнадзор даст свое добро.